Продолжая тему музыки Он чувствует запах свечей, благовоний, музыка играет для него специально от рук человека, который ее сам и сочинил. Этот опыт заполняет все восприятие человека и он может максимально наслаждаться этим действом. Но как же быть остальным людям, которые тоже хотят приобщиться к этому действу, но не обладают властью и богатством короля или не могут ходить постоянно в венскую оперу? Отвечая на такие вопросы, люди всегда обращались к техническому прогрессу. Так, первым творением была пианола, автоматический струнно-клавишный инструмент. После него появились персональные проигрыватели музыки. Это был граммофон, патефон, магнитофон и, наконец, полностью цифровой звук в каждом устройстве. Это отличные новости, но у меня вопрос к залу. Поднимите, пожалуйста, руки, а кто до сих пор предпочитает слушать живой инструмент? Спасибо. Очень большому количеству людей что-то все равно в этом цифровом звуке не хватает. И, наконец, мы находимся во времени, когда изобретатели роботов открывают новую ветку возврата к живому звуку. Если мы посмотрим на одни из самых ярких примеров того, что они делали, это есть робот-бенды Compressor Hat из Германии, Z-Machines из Японии. Это шоу, это шоу именно. И оно выглядит довольно ярко, забавно смотреть, как робот трясет металлическим иракезом, прыгает на сцене и извлекает звуки. Но этот опыт, он больше визуальный, и слушать второй раз такое люди вряд ли пойдут. И возникает вопрос, как же сделать так, чтобы этой музыкой можно было еще и наслаждаться. И наслаждаться не только визуально, атмосферно, но и слухово. И этот вопрос задал себе много лет назад один русский инженер, Владимир Алексеевич. И этот вопрос вдохновил его пойти по пути инноваций. Он сначала чертил, потом что-то паял, писал программный код. Его задачей было создать робота-музыканта, который бы не пугал людей, не поражал их своей внешностью. Первый прототип, кстати, поражал, а просто дарил живой звук. Первый прототип, как вы видите, он был достаточно громоздким и далек от той задачи, которую Владимир Алексеевич ставил перед собой. Он играл с большим количеством металлических призвуков, был сделан из подручных средств. Вот там спинка из-под кровати, есть резинки. Также квартира недосчиталась из нескольких бытовых приборов. Но Владимир Алексеевич это не расстраивало. Он шел дальше, воспринимал это как проверку очередной гипотезы и отправлял сыновей в магазин за новыми деталями. Иногда даже приходилось по свалкам лазить. Новые задачи привлекали к проекту новых людей. Сначала присоединились Митя с Ильей из агентства RGA в Лондоне. Совместно с Тефаном они работали над визуальной составляющей робота. Вот показана их работа, варианты, которые они перебирали. Тем временем Владимир Алексеевич работал над очередными версиями прототипов. Его главной задачей было улучшить звук. Но одной из самых сложных проблем было соединить получившийся дизайн и техническую составляющую, которую сделал Владимир Алексеевич. И тогда к команде присоединился Павел, инженер из Жуковского, который помог изготовить раму нужных размеров так, чтобы все совместилось. Даже Владимир Алексеевич в шутку называл, вот 2015 год это было Паша-1 и 2017 Паша-2. И наконец, я могу долго перечислять людей, которые участвовали в проекте. Это были и композиторы, и музыканты, и инженерные группы, группы съемочные. Но я лучше продемонстрирую результат. Сегодня для вас, продолжая тему Баха, играет скерца, шутка. Воля! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Вы уже попутно познакомились с Владимиром Алексеевичем. Это мой отец, изобретатель робота-гитары. Субтитры сделал DimaTorzok Как он их монтировал на каркас. И потом эта катушка начинала играть живую музыку. И, знаете, опыт прослушивания этой музыки для меня воспринимался как-то по-особенному, как волшебство. Я даже до сих пор помню вот эти произведения, которые он тогда проигрывал. И мы сейчас живем во времени, когда цифровой мир, виртуальное пространство, оно потихонечку наступает на наши самые важные для человека сферы жизни, как общение с друзьями, как просто прослушивание композиции или путешествия. И от этого восприятие, оно объединяется. Вот у меня вопрос. Кто, увидев красоту, сразу думает о том, чтобы ее сфотографировать? Ну или спустя какое-то время незначительное. Вот. И это, ну, отсылаясь даже вот немножко, у меня перекликает с темой предыдущего докладчика, о том, что это тоже вот такая привычка, которая сформировалась, и она мешает воспринимать все непосредственно и максимально полно теми возможностями, которые дала нам природа. Но хорошая новость в том, что сейчас люди интуитивно, а многие осознанно это чувствуют и стараются тянуться ко всему настоящему, органическому, естественному, стараются есть фермерские продукты, придумывают активности в парках, подхватывают новые виды спорта. И задача технологий, в частности роботов, как я считаю, помогать людям в этом процессе, приближать их к реальному миру, а не уводить от него, не пугать или не пытаться заменить. За примеры того, как это может быть сделано, я благодарен своему отцу Владимиру Алексеевичу. На этом я заканчиваю свое выступление. А наша большая работа над роботом-гитарой продолжается. Спасибо.